Привет всем болельщикам Динамо! Сегодня День Матери и по этому поводу мы решили узнать всю правду о хоккеистах и их мамах из первых уст. Правила простые, я задаю вопросы и вам нужно будет поднять табличку, правда это или нет. Поехали! Первый вопрос. Правда ли, что мама подкупала сладостями за хорошую игру, заброшенные шайбы и победы? Да, наверное. Нет. А почему так? Не знаю, за жалобу похоже. Нет, наверное, потому что все-таки не та мотивация. Почему? Почему? Потому что он был послушным мальчиком, он все сам делал. А как тогда мотивировали, чтобы он побеждал, старался, работал? Телефон отнимают. Да. Давали телефончик за 500 рублей, который и кнопочный, и все. Зато видишь, ты теперь в основе играешь. Ну я ничего, я не спорю. Макдональдс. Киндер сюрприз! Да, было. Очень сильно хотел кроссовки. Рибок новый только вышли, прям самые там модные, крутые были. Мама тоже сказал, говорит, ну забьешь там вот две шайбы. Тогда приедем, купим. У нас еще день там была и драйвик. Как раз сделал дубль, и мы поехали, купили кроссовки. То есть обещания были выполнены. Правда ли, что мама включала режим тренера и давала советы, как играть лучше? Как у вас? Разнятся ответы. Сто процентов. Бывало. Да, мама себя иногда чувствует супертренером и раздает советы только так. Допустим, вот смена Андрея пропустила много шайб. Что он получал? Какие советы? Не совет. Правда ли, что девочки проявляли повышен интерес к Андрею уже в юности? Нет, спокойно все было. Хоккей, учеба, все нормально. Ну я бы не сказала. У меня был такой график тяжелый, там вообще не было времени на какую-то там личную жизнь, на какие-то там девочки и так далее. Так, а теперь жена выйдет, и мы расскажем всю правду. Правда. Не знаю, я умолчу. Правда, потому что когда еще был старый «Динамо», тут такая вот вереница стояла, их постоянно ждали, и они все время подходили к нам, ну, может, мы хоть на 10 минут выйдем постоим, как бы, ну, потому что у них же дальше процесс подкатки, туда-сюда, уроки, все. Да, они пользовались спросом. Правда ли, что Владислав сбегал или забивал на учебу из-за хоккея? Ну, значит, я не знаю. Нет. Никогда. Да, потому что приезжаешь домой вечером, за хоккей тебя папа уничтожает, а приходит мама с работы и еще за учебу тебя добавляет. Нет, я не расходила. Мы иногда с братом ложились пораньше спать, чтобы не застать маму, чтобы за учебу не получить. Нет, там уговор был, если плохо учиться, буду коньки на гвоздь повешу, как бы не сбежишь. Когда я ходила на собрание, учительница всегда говорила, когда она говорит, я Егору говорю, я вызову твою маму, говорит, только не маму, пожалуйста, только не маму, я говорю, все исправлю, только не маму. Правда ли, что свою первую зарплату Андрей потратил в Макдональдс? Всю, что ли? Нет, нет, ты всю ее отдал мне. Хорошо сыграли на камеру. Да нет, правда, я даже помню свою зарплату. 12 900 тогда пришла на зарплату. Разбрасывался тут направо-налево. Неправильно. А как тогда отдал родителям? Да, я оставил час себе и какую-то полчасы. Какую-то часть отдал Фрэм? Ух ты, молодец. Это была его первая зарплата. Ну, это была не зарплата, за полгода. Премиальные за победу нам дали. Сумма неплохая, и мы такие, ух. Часть родителям отдал, потом я помню, что я откладывал часть зарплаты на клюшки, потому что нам в молодежной команде выдавали фишеры, такие дубовые, вообще играть невозможно было. И я тоже их обменивал и там добавлял своих средств, чтобы там играть клюшками получше. Правда ли, что Егор жаловался на баллон и Крикунова? Потому что о них ходят легенды. Нет, неправда. Кому жаловался? Родителям? Да? Ну, там, нагружая спина. Нет. Так, что рассказывал? Ну, не скажу, чтоб жаловался, но просто говорил, что тяжело. Нет, на баллон не жаловался, сто процентов. Никогда, он никогда не жаловался. Думаю, еще давай. Давайте, Владимир Васильевич. Конечно, это неприятная работа чисто физически, но как бы ты ощущаешь после них результат, прилив сил, как бы, и поэтому чего жаловаться, если это тебе на пользу идет в итоге. В инстаграме, ну ладно, дай мне внизу написать, мама, забери меня обратно. Ну, это так, как прикол, потому что как раз вот в это время они бегали, там что-то там делают, таскали. Да, там была тяжелая тренировка. Спасибо большое, но у нас есть для вас небольшой сюрприз. С праздником, с Днем Матери. Люблю тебя. И я тебя люблю. Мы тебя с супругой, с детьми, мы очень сильно тебя любим. Спасибо большое. Спасибо тебе за все. Спасибо, сын. Спасибо, Ранулечка. Дорогие мамы, хочу поздравить вас от всего сердца, от всего динамовского коллектива, от всей динамовской семьи с этим замечательным днем. Спасибо вам большое за жизнь, за вашу поддержку, любовь, за то, что вы всегда рядом с нами. Любите своих мам, берегите их и всего вам самого хорошего. Спасибо.